Я рекомендовал Еревану не играть в нарты с Путиным, потому что Путин, а он на Востоке знает, в нужном моменте всегда выбрасывается через гуша. Это раз. Второе. Чтобы понять, что произошло на саммите Еревана, нужно найти ответ на вопрос. А что произошло в сентябре месяца, когда началась эскалация на Азербайджано-армянской границе? Ведь параллельно шли успешные переговоры, встречались с министром странных дел. Ареев и Пашинян говорили о подготовке проекта мирного договора. Ничего не предвещало срыва. Ничего не предвещало срыва. Кто пошел на это? Это первое. Второе. Очевидные, ясные вещи, что в условиях отсутствия проблемы демаркации границ ясно было в том бане, что любое действие той или другой стороны, а скорее всего и даже понятной стороны, может трактовать границу по своему усмотрению. И, собственно говоря, Азербайджан ведьмотизил, продвинувшись на территорию Армении. Армянская сторона потребовала санкций со стороны ОДКБ и присутствия военных, так называемых, то есть передать армянно-азербайджанскую границу под контроль ОДКБ. ОДКБ, естественно, отказалось это делать и так далее, призывая к нормализации отношений к возврату к переговорному процессу. Демаркация без мирных договоров. Ну и тут тоже опять-таки ломушка, аномально дипломатически, потому что мировая практика показывает, что сначала договор, потом демаркация, демаркация частности. Мирный договор определяет принципы, на которых государство строит свои взаимоотношения. Армяне сказали, что они призывали принципы территориальной ценности Азербайджана. Признали, да. А теперь разводится второй вопрос. По каким картам, как проводить демаркацию? Сначала демаркация отдельно, мирный договор отдельно, как это делается сейчас, не получается. Это аномалия, это интрига.